Кстати, в Уральском федеральном округе сейчас вовсю бушует стихия, поэтому восточный район Пермского края накрыл смог от лесных пожаров. Крупные природные возгорания зафиксированы на территории Тюменской, Курганской и Свердловской областей. Один лесный пожар, по данным краевого МЧС, за последние сутки уже зарегистрирован и в Прикамье. Еще 29 техногенных. Продолжит тему моя коллега Анастасия Баур в патрульной рубрике. Всем добрый вечер. Пожары в минувшие сутки тушили в том числе в Соликамском городском округе, в жилом доме и в одном из дачных поселков. А в Березниковском горел мусор. Во время пожара в частном одноэтажном деревянном доме на улице Старцево в Перми погибли бабушка и ее семилетняя внучка. ЧП случилось 9 мая. Возбуждено уголовное дело. Прогремел на всю страну и страшный пожар, который случился утром 1 мая в Кудымкаре. Загорелся одноэтажный деревянный дом, в котором проживала большая семья. Когда на место ЧП прибыли пожарные, огнем уже было объято все строение. Под завалами спасатели обнаружили тела 8 человек. Все они мирно спали в своих комнатах. По предварительной информации, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем. Возбуждено уголовное дело. Следующий сигнал СОС поступил от жителей деревни Горевая, что в 14 километров от города Чайковский. Первым там загорелся лес, после языки пламени захватили и лесопилку. Пожарным удалось остановить огонь, не дав ему переброситься на соседнюю деревню. Не обошлось в праздники и без серьезных ДТП. Смертельная авария произошла в Сивинском районе. Из Кирова в Пермь ехала Лада Калина под управлением 56-летней женщины. На пассажирском сидении находилась 15-летняя девочка. Во время обгона автоледи на Калине не справилась с управлением, выехала на встречку и врезалась в грузовик. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, а несовершеннолетняя пассажирка погибла на месте. В Соликамске жители микрорайона Боровск ужаснулись увиденному на вышке связи. На высоте несколько десятков метров на опоре они увидели силуэт человека. Прибывшие на место правоохранители и спасатели информацию подтвердили. Погибшим оказался 16-летний молодой человек. Признаков насильственной смерти не обнаружено. На этом у меня сегодня все. Коллеги, продолжайте эфир.